Добрый день, дорогой друг! Приветствую вас в рубрике «Тренерские фишки». И в этом видео мы с вами обсудим такой вопрос – нужно ли бизнес-тренеру ходить на курилку? Тренеры частенько задают такой вопрос – а могу ли я со своими участниками ходить на курилку, даже если я не курю? Нужно мне это или не нужно? А кому-то, наоборот, этот вопрос даже в голову не приходит. Так вот, давайте же с вами обсудим, зачем это, в принципе, можно или же нужно делать. Как вы знаете, когда вы ходите на курилку, вы можете получить очень много интересной информации. Почему? Потому что люди в неформальной обстановке делятся этой информацией. Поэтому вам, как тренеру, это могло бы быть очень даже на руку. Бывает так, что у вас не получается по каким-то определенным причинам поговорить с вашими заказчиками тренингов или пообщаться с вашими участниками или с руководителями участников, которые к вам придут на тренинг. По сути, вы, может быть, в какие-то моменты даже не успеваете собрать определенную предтренинговую диагностику. Так вот, как раз в неформальной обстановке на курилке вы можете, как бы, между прочим, эту информацию тоже получать. Также вы можете узнавать там самые последние новости. Вы можете узнавать отношения к обучению, впечатления участников после ваших тренингов и так далее. По сути, это дополнительный источник информации и кладезь ценных идей, которые вы потом можете добавлять в ваше обучение и делать их более продуктивными. Даже если вы сами не курите, вы можете выходить в то время, когда курят ваши коллеги или ваши знакомые или участники тренингов, выходить вместе с ними, заказывать себе чай или кофе и просто общаться, дышать воздухом и получать приятные новости и приятную информацию, которая будет вам помогать. Делайте это как можно чаще, тогда, когда у вас есть такая возможность, это будет влиять на продуктивность ваших тренингов. А я желаю вам классного настроения, новых открытий и свежих идей. С вами была Наталья Волосаева. До встречи в рубрике «Тренерские фишки». Увидимся!